Добрый день. Значит, Ваесин воскрес. Значит так, кое-что у меня меняется. Позвонили сейчас, которые помогают, главные спонсоры, и сказали, что 2 июня, это как раз мне очень сильно подходит, уже будут завозить. Дальше вопрос стоит, когда я уезжаю, я совсем уже 5 июня, в субботу. Надо договориться, кто поедет, что, потому что надо продукты забрать, все это распределить. И за это время мне нужно, я раньше делал так, писал объявления, когда по лагерю, и развозил, или кому-то отдавал, Сергею Павловичу возил, Купков, тут Вещерний Барнаул, там какое-то, ну, разное название такие газеты, что продажа, купи, продай. И они меня знали, там свободный курс, только там к начальнику надо пройти. К начальнику Юрий Петрович, звать его, вот. Он очень расположен, сильно помогал мне. Даже вот на фото-выводы, он где-то сократил, тогда денег-то не было везде, он на 250 тысяч только помог. Фотографии-то в книге цветные, это он. Вот. И везде мне печатали объявления о том, кто желает приехать с детьми. И сейчас у меня такое же объявление, но надо, чтобы на меня, если выходили, я даю свое здесь по скайпу. А телефоны, там, Володин, Староса, потому что в одном там и объявления о поселении, кто пожелает. Я вам скину сейчас это. Значит, Александровна, чтобы ошибки никакой не было, надо на десятки раз проверить это. Сейчас я вам скину, поговорим, скину туда. И куда бы вы могли объявление-то напечатать и отвезти? В какие? Ну, я знаю, где там, где Алтайская правда, и в Алтайской правде там печатали у меня. Я никогда не платил, потому что речь идет о детях, и они меня знали хорошо. Ну, а сейчас как? Если никого нету, то объявление мне только отпечатать это, и надо будет... Сейчас все по интернету, то есть по электронной почте можно всем разослать, и они все сделают. Нет, нет, тут другое. По электронной тут много могут что. Электроны на флешке я им отношу. Одновременно в печатном виде и в электронике. Но там должен быть я сам. Или тот человек, который посыльный мной, чтобы увидели, убедились в этом. Хотя бы один раз надо прийти с вами будет туда. С чего ради они будут, когда у них все везде за деньги? Это надо лично быть. Но я приду с собакой. По всем органам. Там еще никогда не был. Но меня надо, видимо, провести и со мной туда зайти. И я вас представлю как своим представителем и все остальное. Там секретарем назову. Это будет соответствовать действительности. Вот, которая была у меня Надежда Павловна, и которой везде все... Ходила она. Но только скажешь, она все везде, везде, везде. Вот ее нету, сейчас умерла она. До нее, до Миши этого было. И вот, она к этим... А это все знают. Гвозди там где-то надо было достать. Ну, разные-разные там. Насос. Вот это разные там шланги. Вот, которые у нас резиновые на полу там, где все это. РТИ помогали. Бывало машину, там, в орган МВД края. И они мне давали автобус детей отвезти. Там сопровождать будут. Мне нужно теперь это... Я показал, что это в новом формате. В домах отдельно жить. Люди... Ну, еще же будут у меня пустые здания. А люди могли бы отдыхать и быть, и договориться. Вот сейчас мне только что позвонили. Я все сижу, жду. И торопиться мне некуда. Раз второго. Дальше я свободен. Я думал, десятого уезжать. Еще десятое, когда в субботу свободное. Надо договориться. Мне, конечно, сильно подходит машина Андрюши. Там много он может взять. И каждый раз он... Людей-то никаких больше вести-то некого. Вот. Вот на праздник-то у меня не все получается здесь. Я эту ЗО решил. Ну, никак. Я к Игорю ее. А Игорь в пятницу едет с Мариной, чтобы помогать там, стряпать. И люди-то будут. Там батюшка кого-то приглашает. Этот приезжает. Вячеслав. Там уже человек восемь или десять будет. Надо же принять и напоить, накормить. А некоторые остаются там еще поработать. Мне надо воспользовать этой силой-то. Большая заготовка свай, где прорвало нынче там все это залатать. А кто там будет делать-то? А мы-то как Китай накинемся и ведрами наносим. Вот так. Ну, вот обдумай, как это все нам сделать-то. Отпечатать надо, я сейчас скину. И меня провести надо. Первый раз, чтобы я вас ввел туда. Там по электронике они разговаривать даже не будут. Ну, куда, куда? Ну, в Вечерний Барнаул. В Вечерний Барнаул. В Алтайской правде, прямо в этом здании. Там разные, которые находятся, названия. И рядом дальше пройдешь свободный курс. Вот. Напишите мне то, что вы думаете. Вот Вечерний Барнаул, свободный курс. Я с ними хотя бы созвонюсь. Надо же договориться о встрече-то. Не просто так. Нет, я думаю, тут не надо. Мы должны просто явиться и все. Вот они мы. Нет, но мы придем, а там не будет человека, принимающего решения. То есть лицо, принимающее решение, он будет отсутствовать. И мы просто так съездим. Это может быть. Это может быть, если после обеда. А утром они всегда там. И чтобы утром не было, никогда я ни разу не захватил за все годы. Ни разу. И поэтому... Не, ну можно, я не против. Ну просто вот... Ну я про это говорю тоже вот. Поменялись везде. Ну люди-то меняются. Деловая этика есть, да? Деловая этика есть. То есть нужно о встрече договориться, чтобы человека не застать врасплох. Ну вот как бы... Некоторые, которые меня не знают, они скажут некогда или что-то. Я должен явиться просто. Я это всегда так делал. Ну мы скатимся, явимся, но лучше сделать звонок. Ну как бы... Ну ладно, ладно. Только узнать, где адрес, адрес. Они меняют адрес. Вещерний Барнаул куда-то загнали там на Ленинском за мостом. Ну вот, и чтобы не искать, чтобы все точно узнать. Так. Поэтому вы напишите, я просто предварительно созвонюсь. Вы сами тогда... Я сейчас укажу небольшие какие-то такие. А вы там найдите другие, которые там есть разные. Экспресс и прочее. Я даже не знаю их когда. Но они такие, которые посещают их. Они же там подписывают на их газету. И люди просчитают. И чтобы звонки шли туда. Звонок я свой телефон не даю. Мне никак нельзя. Нельзя. Это прорва. Можете, пусть или все указывают. Да, да, да. А по скайпу я даю. Я его вижу, разговариваю. И тут все-таки не каждый зайдет. Хорошо. Я объявление скину. А вы поищите, какие есть средства, через которые можно. Вот я знаю здесь. Вот Алтайская правда. Я обязательно туда должен зайти. И Вещерний Барнаул, и Свободный курс. Это я только знаю, который. А там разные-разные названия в одном здании были. И они друг от друга как бы независимые. Ну, еще, я тогда ваш телефон уже вставляю сюда. Будет четыре телефона, кто пожелает куда. Отвещать вы знаете, что там в объявлении написано. А если что не ясно, мне сразу на телефон. Хорошо. Ваши голосы я знаю. И сразу называйтесь. А то батюшка звонит вчера. Я не знаю, почему у меня не отобразилось или не рассмотрел. Звонит. А голос не могу узнать. Всегда узнавал, а тут никак. Изменения такие. Прямо сильно искаженный голос был. У меня все подготовлено к отъезду. Теперь Андрюша у меня за голубями обещал заходить. Его показать надо. Тут выводы, которые... Они не вырастут. Теперь думаю, как увезти их туда и как довырастить голубят. Тоже скажут, кто они глупостями дед занимается. Жалко. Хорошая. Одного выпустил, который вырос уже большой. Решил туда его водить. И он оттуда вылез на второй день. Тебе бесследно исчез. То ли улетел, то ли коршун утащил. Хороший такой был, но все время дрался со мной. Сейчас я скину вам объявление, которое будет. А потом проверьте по разным средствам массовой информации. Где кого можно как-то предупредить. И мы двое. Ну все тогда. Отключаю. Все с Богом. Отключаю. Да, с Богом.